Да, мы приступаем к последнему стихотворению в этом цикле, из книги Келлер Байт, «Домашний пёс». И он описывает своё состояние в обществе. И конец этого стихотворения и практически этого цикла оптимистичен, несмотря ни на что. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Не в почёте. Лотикар. Это глагол. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. И тогда он говорит. Продолжение следует. 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 эти дни, несмотря на то, что они неправильны, но можно их простить. А вот как, что же они из себя представляют? Ошибались эти дни, или ошибками были они. Есть два понятия, они юридические в Талмуде и нравственные. Шогегим умезидим. Шогегумезид. Мезид. От слова зед, от этого же слова задон, сейчас скажу. Когда человек делает преступление, либо это может быть юридическое преступление, либо нравственное, по какой причине он приступил закон или нравственное правило. Либо он ошибался, просто неправильно понял это, или не сумел себя правильно повести. Это называется шогег. От этого слова шгия. Но если он преднамеренно, то есть он все понимал, все знал и преднамеренно приступил, это мезид. От слова задон, то есть это называется задон, но сам глагол очень интересный. Есть совсем другое слово, может быть вы его знаете. Назид. Назид. На нынешнем иврите им пользуются как раз, что интересно, хотя библейское слово. Назид это суп, который сварен. Да, такой густой суп, не бульон, а суп. То есть лягозид назид. То есть преднамеренно сварить такой суп. Назида дашьим, это тот суп красный, который Исаб хотел, похлебка, которую он хотел съесть, который прежде сварил Яков. Это так и называется? Назид. Назида дашьим. И когда Исаб приходит с поля и говорит, мааа, 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 мазе, что это такое красное такое? Красное имеется ввиду, и очень аппетитное. А он говорит, да, это мое. Яков, брат его, говорит, это мое. Продашь первенство свое за тарелку похлебки этой, чечевичной, адашим, это чечевица. Незид адашим. Красная, как видно, была, красная чечевица. И она как-то дала этот цвет. Потому что помидор тогда же не было. Они только с Колумбом прибыли. И после Колумба прибыли из Америки. И вот, то есть специально что-то сварить, преднамеренно что-то создать. Это слово назид. Слово зед тоже библейское. Это враг. Зед. Враг. Злоумышленник. И потом в талмудической литературе уже есть, хотя это есть и в Библии тоже, мизид. Но этим пользуется в Талмуде уже очень широко, ибо это становится юридическим понятием. Мизид. Задон. Так вот, здесь он говорит. Не преднамеренно. Понятно. Задон это злоумышленник. Да. Да, да. Это злоумышленник. Каким образом? Что значит ошибались? Кацон лифнейшов хаядами. Подобно овцам. Пред кровь. Ой, кровь я говорю. Ой, что это было со мной? Чесал быстро. Пред кровь проливающими. Да. Овцы-то. Их гонят. Они идут сами. Идут и идут. Под нож. А что же-то они идут? Конечно, если бы они его знали, может быть и не шли бы, но они не понимают. Дальше. Ахен аеуш каайт. Да. Отчаяние как коршу. Ахен это можно перевести как действительно так. И да. Слово кен. Да, оно в этом слове ахен. Мне почему-то казалось, что это у меня есть какой-то смысл типа по этому. Нет, не по этому. Нет. Нет. Ахен это имеется в виду, да, подтверждающее. Это действительно так. Ахен аеуш каайт. Да, отчаяние как коршу. Игия халом. Ветцад цаид. Пришло сюда на охоту. Конечно, более точно надо было перевести. Пришло сюда и охотиться на охоте своей. Да, цад цаид, потому что цад это глагол, а цаид это и есть сама охота. Вот. Ну, я немножечко сократил. Пришло сюда на охоту. У швуа ве ала бабаид. И заговор, и проклятие в доме. Хочу поискить. Слово швуа и в каком-то смысле слово ала это клятва. Клятва не имеет именно негативного смысла. Но здесь это негативный смысл. Это тоже имеется и в библейском евреите, и дальше у швуа ве ала. Более того, когда наидыше говорили вот именно этими словами, то имели в виду проклятие. Что значит заговор? Заговор имеется в виду, что я имел в виду, а вы для себя решите и найдете, может быть, более подходящее слово. Это как колдовство. Не лдовство. Заговорить. Не заговор людей. А именно вот то есть. Я хотел как-то передать нюансы. Слово швуа и слово ала. Это по-русски. Оба могут быть и проклятие. И поэтому я написал заговор. Не знаю, наверное, может быть, слово не очень правильное. Но что-то тут вот пахнет этим колдовским говором. То есть плохо в доме. А полумесяц сверху. Имеется в виду, конечно, мусульманский полумесяц. Хатси га-я-ре. На сегодняшнем иврите, когда хотят сказать именно о мусульманском полумесяце, говорят хатси сагар. Не хатси а-я-ре. Хатси сагар. И действительно на иврите и на древнем, и на нынешнем. Месяц. Луна. Это и сагар, и а-ре, и левана. То есть несколько слов обозначают то же самое. Наиболее близко к русскому слово месяц, потому что слово луна, оно уже стало русским, но это слово луна, латинское и так далее. То есть красивое. Луна – это красивое. А месяц имеется в виду действительно яреях и ерах. Ерах на древнем иврите – это месяц. А слово ходыш, то есть новый месяц, от слова хадаш, новомесячи. Поэтому действительно ближе всего полумесяц хатси-я-ре. Ближе к чему? К русскому переводу. К русскому переводу. А в то время, когда Гримм и Гэд написал в конце 20-х годов, то можно было написать и так, и это. Ихатси сагар. Или просто сагар. Например, красный полумесяц, да, арабская организация вместо Красного Креста, называется Ас-Сагар-Хаадом. Сагар-Хаадом. Как пишется это? Самых-Хей-Рэйш. Я понял, что это значит. Самых-Хей-Рэйш. Сагар. Да. Вахатси-я-Рэйх-Мима-Аля полумесяц сверху. Имеется в виду сверху где? На Хромовой горе. Это полумесяц. Нет, это полумесяц. Можно написать. Это и то, и другое. По-практически. Можно, можно написать и хатси-сагар. Дело в том, что сагар... Ну и что? Ну и что? Дело в том, что когда видишь луну, можно сказать и сагар, и рэ, и левана. Левана. Что интересно, что слово... Ихатси-саг. Ихатси-саг. Тоже можно сказать. Да. Что луна и левана очень близки. Да. Как некоторые латинские слова древние, которые близки, как, например, всем известно, юбилей, юбилеум, на латинском иювель. Именно 50 лет. Юбилеум. Ну и другое. Но наши-то древнее. Наши были первыми. Ну, вторая. Семицкая. Да. А полумесяц сверху. Имеется в виду, конечно, вот знак этого полумесяца, который на мусульманской мечети на храмовой горе. Он сверху. Все нормально. Все нормально. Кехермеш ма-шуах-бара-аль. Как серп, покрытый ядом. Помазанный ядом. Видите? Вы помните слово мешухим? Помазанники. И тут ма-шуах. Да. Мишха на нынешнем июлите это мазь. Да, да. Это мы знаем. Мазь. Мишха ценаевая. Например, да. А слово древнее, и оно уже записано в Торе, шеменгам мишха, то есть то масло елейное, да, елейное тоже это шемензаид, елей от слова олив, ол, ойл. Это те же самые, те же самые корни. Латинские. Греческие, латинские, которые потом перекочевали и в славянские языки, и в западноевропейские. Они не знали другого масла, кроме ойл, то есть кроме оливкового. И поэтому это стало вообще словом масла. И так далее. Так вот, ма-шуах, да, шеменгам мишха, это то, то, елейное масло, которое было специально для того, чтобы помазывать им. Да, понятно. Да. Ма-шуах бара. Ве-эй-но-ла-шамир ва-шайт. И не для колючек и терней. Интересно, самирный цукруп называют. Да, но это колючий такой, на древнем языке, это да. На сегодняшний день это шамир. Понятно, понятно. Тут хочу сказать, во-первых, конечно, серпом, который покрывает ядом, можно пользоваться против сорняков, да, чтобы они больше не росли, вот как эти колючки, и тернии и так далее. Надо сказать, что само по себе вот это словосочетание древнее шамир ва-шайт, шамир ва-шайт, оно имеет еще один смысл. по заповеди в Торе нельзя распиливать камни для храма железом. Нельзя. Потому что железо, из железа делают мечи, оружие оно убивает. Нельзя готовить камни для храма из материала, который убивает людей. Ну тогда, а что же делать? и вот рассказывает нам мудрецы, что были такие червячки, которых тоже называли шамир, да, которые выделяли особый, ну, яд, раствор, или там, как сказать, особый такой раствор, кислоту такую, которая расщепляла, расщепляла камень. Их специально собирали, и их вот водили как бы по прямой, камни трескались, а потом туда вставляли деревянные, деревянные колья, обливали их водой, они набухали, и тогда вот эта трещина давала пол. И из этих камней можно было строить храм, но не железо. Ничего себе работа. Лотаниф, лотаниф барзель. А как же шлифовали? Не железом. Не железом. А ордус? Мы не знаем, что было внутри, и мы знаем только внешнюю стену. Это другое, это не храм. Это можно. Это можно. То, что мы называем сегодня Котль-Марави, это стена, которая была вне храма. Подпорная стена. Не только она и подпорная, она была и охраняющая стена, но она не сама храм. Ограждающая стена. Ограждающая. Вот. И тогда там камни можно было делать любым способом. Потому что она не имела никакой святости. Это не сам храм. Он строил уже. Реконструкция происходила и храма. Дело в том, да, но так как он хотел, чтобы в этот храм ходили евреи, он тоже использовал. Он все использовал. То есть, иначе бы не ходили. Он был жестоким, но умным правителем. То есть, и мая ему хватало. Жестокости тоже. Но он делал все для того, чтобы евреи туда ходили. Чтобы это было кошерно. У нас нету на сегодняшний день этого червяка. Мы не знаем, как его, что делать. Может быть, есть какие-то уже другие ненужные червяки. Есть какие-то кислоты другие, которыми можно пользоваться. И это не проблема. Лишь бы это не было сделано железом. Ну, как водили сервячков по прямой, это я понять не могу. Лишь бы они кошерные были. Конечно нет. Червяков нет кошерных. Если представляете. Но их же не ели. И сюда его не делается. Не сможет. Ну, ну, как-то их не важно. Направляли. Направляли. Мы не знаем ничего об этих технологиях. Абсолютно. Да. Я хочу возвратиться к нашей строке. Ве эйноула шам нир вашай. То есть, прежде всего, этот серп не для того, чтобы резать колючки. то есть, не для того, чтобы бороться с сомняками. Но, он и не этот, вот этот, этот яд, он и не такого рода, который, который можно было бы разрезать камни для храма. В общем, он имеет, что это какая-то гадость страшная. Это да. То есть, это для людей. И вот, последняя строфа, она, которая кончает весь этот цикл, венчает его. Да. И она вселяет надежду. Да. И это, как вы уже знаете, те, которые много лет с нами здесь, это не очень характерно для Гринберга. Он не питает себя ложными иллюзиями, а тем более других. Но здесь это, это не ложная иллюзия, это его глубокая вера. Ах, Гавога, Гавога пишешь, но выше, выше в шестеро. Мехатси, Гаярея, Хвега Айит, полумесяца и Коршуна. Омед, Маген, Давид, Шелеш. Стоит огненный Маген, Давид, которого, конечно, шесть, это шестиконечная звезда, поэтому он пишет в шестеро вас больше. Ашер, Яген, Ла, Ада, Алабайт, который навеки охранит дом. И вновь повторяет последнее слово. Ашер, Яген, Ла, Ад, Алабайт, который навеки охранит дом. Ашер, надо здесь сказать, что Маген, Давид это довольно поздний символ. Он неизвестен не только в библейской литературе, но и в талмудической литературе. Неизвестен. Маген, Давид стал символом где-то в раннее Средневековье. Как видно, почему непонятно до сих пор? Почему себе представляли щит Давида шестиконечным? Непонятно до сих пор. Но это стало символом еврейского народа, еврейской культуры. И Гринберг этим пользуется. Символом государства. Символом государства, в конце концов. Это не так давно произошло. А я говорю о том, что это где-то уже известно, наверное, 1200-1300 лет, но не более. Хотя, конечно, геометрический символ был известен давным-давно, но он использовался во многих культурах и так далее. В орнаментах его находят? Да, конечно, конечно, да. Это мизуза охраняет дом? Это тоже довольно позднее верование. Мизуза – это митцва, она не охраняет, не охраняет, это другое дело. Конечно, проще считать, что охраняет. Это заповедь, заповедь, чтобы было написано Шма Исраэль в входе в каждый дом, даже в каждую комнату. Самаритяне так и пишут, просто пишут. Да, да, им это да, да. Мы складываем это в футлярчик такой. И вот что интересно, всегда для того, чтобы знать, как правильно этот футлярчик, который обычно был непрозрачным, если он прозрачный, то видишь, где Шма Исраэль, чтобы не перевернуть. Чтобы не перевернуть, на самом футлярчике писали одно из произносимых имен Всевышнего – Шадай, Шиндали Двуд. И вот, когда в довольно позднее время не знали, что же это такое, и тогда нашелся человек, неизвестный нам народный автор, который сказал, что это аббревиатура – Шомердал Тот Исраэль. То есть, хранящий двери Израилевы. Ну, это очень поздно, и это, конечно, не аббревиатура этого, это одно из имен, которые собой являют. Да, вот так люди считают, да, и что это так. Все. Все, товарищи. Перерыв. Перерыв, давайте мы. Спасибо.